Всем добрый день! Хоть мой канал рассказывающий про систему видеонаблюдения, сигнализации, скуды и всего подобное, мы также всегда работаем с сопутствующими материалами, техникой, которая помогает нам в работе. Сегодня мы вам попытаемся рассказать про отличное такое изобретение человечества, как сварочная станция для оптических волокон. Итак, остановимся мы сегодня на сварочном аппарате Fujikura 36S. Вот так выглядит его чемоданчик. Маленький, аккуратный, удобный, тем не менее тяжелый. И посмотрим для начала, что находится в нем внутри. Такие интересные здесь есть крепления, замочки. Что входит в комплектацию нашей сварочной станции? Собственно, сама станция. Вот такая вот небольшая, аккуратная, вес где-то полтора килограмма с аккумулятором. Дальше. Небольшая емкость для спирта или для какого-то обезжиряющего вещества для наших оптических кабелей. Дополнительные крепления для зажима волокон. И небольшой рабочий столик, подставочка для установки сварочной станции, скалывателя и для каких-то еще инструментов. Которую можно спокойно повесить на ремешок, себе прикрепить на туловище и паять на высоте или в каких-то труднодоступных местах. Дальше в комплекте к станции идет скалыватель. Очень важная и нужная штука для работы с варкой волокон. В этом комплекте называется Fujikura CT50. Здесь же в комплекте идет специальная зачистка для волокон. Сами понимаете, что кабель в тефлоне, в хлорвиниле и нужно его постоянно счищать. Для этого предназначена такая вот вещь. Дальше непонятная инструкция, как обычно. Ремешок, который можно цеплять как на наш рабочий столик. Тут есть такие специальные крепления. Так и на сам ящик. Вот из петли для него. Зарядное устройство. Шнур к нему. И кабель USB для возможной прошивки или настройки сварочной станции. Очередная документация с инструкциями. Дальше здесь же идет дополнительные электроды. И здесь же находится такой винтик для крепления нашей сварочной станции к столику. Наш сварочный аппарат. Запускаем. Он говорит о том, что он может работать только в России или СНГ. Украина из СНГ вышла, но тем не менее на нас оно распространяется. И все. Наше устройство готово к работе. Здесь мы видим крепление для наших волокон. Электроды. Специальная крышка, которая при закрытии запускает дугу на данных электродах. И специальное устройство, которое наваривает гильзу на шов ваших оптических кабелей. Скалыватель. Фуджикора СТ-50. Данный скалыватель для чего-то сделан уже на батарейках 3А. Как говорит, инструкция питания нужна для вращения скалывателя. То есть здесь стоит круглый нож, который можно менять положение. И этим продлевать срок действия этого скалывателя. И для связи по блютуз с нашей паяльной станцией. Работает он как и старый скалыватель. Открывается. Отгибается. Можем устанавливаться в свое положение. Вставляем какую-то жилу. Закрываем. И скалываем. В качестве примера попробуем спаять два пиктейла. Аптоконовский и Эрдемовский. Райкель де Массари. Хорошего качества. Ужасного качества. Естественно, нам для этого понадобится гильза. Сразу же одеваем гильзу на один из пиктейлов. Распространенная ошибка начинающих сварочников. Зачищаем. Наш пиктейл. Снимаем как поливинилхлоридную оплетку, так и лак. В зависимости от ваших оптических панелей, сами регулируйте длину лака и длину самого волокна. Протираем спиртом. Мы используем, как правило, этаноловый 96%. И скалываем наше волокно. Скалываем и устанавливаем в левый держатель. То же самое проделываем со вторым пиктейлом. И устанавливаем в правый держатель. Второе волокно. После чего закрываем, открываем нашу печку. Закрываем крышку электродов. И наше устройство должно сейчас откалибровать. Как видите, электроды поданы неправильно из разных патч-кодов. Поэтому устройство пытается их выровнять. Сейчас происходит выравнивание. И мы видим, что дугой наши волокна сварились. Видите, как произошла нормальная сварка с потерей 0 дБ. Открываем аккуратно. Крышку. И снимаем держатель. После чего устанавливаем гильзу ровно на шов. При том, что металлический держатель гильзы должен держать обе ПВХ-оплетки каждого пиктейла. Устанавливаем и закрываем крышку печки. После чего печка начинает автоматически варить волокна. Пока варится гильза, что мы еще можем сказать. По характеристикам время сварки волокна около 6-9 секунд. Время термоусадки 16-25 секунд. Как слышите, сейчас идет сигнал о том, что гильза готова. Также мы аккуратно достаем. И вот наш кабель. Устройство очень простое, легкое. С удобным экраном, который показывает нам весь процесс сварки. Меню, как видите, русифицированное. Работа от аккумулятора довольно-таки долго, несколько часов активной работы. Кроме того, сам корпус считается ударопрочным. То есть, тут такой хороший пластик, который может выдерживать падение. Но, тем не менее, не стоит кидать далеко его от вас. Здесь же мы видим крышку, куда оставляется наш аккумулятор. Заряжается он нашим же устройством. Входное напряжение 1240 вольт, 1,5 ампера. Выход 19 вольт, то есть напряжение ноутбука. И 342 ампера. Здесь же у нас есть слот под USB. Разъем для питания. При этом экран наш сенсорный. Вы можете нажимать как на сам экран, так и на кнопки, которые находятся под ним. То есть, кому как удобно. То же самое и по скалу. Что можно рассказать. Рассчитан где-то на 60 тысяч сколов. Причем, каждое положение ножа этот нож можно вот этим вот регулировкой подкручивать и постоянно менять. Устройство также противоударное. Здесь есть специальное крепление для какого-нибудь кронштейна. И все вот это вот дело находится в комплекте нашей паельной станции. На этом все. Спасибо за внимание. Удачной работы со сваркой оптических волокон.